Приветствую вас, поскольку речь идет о третьем лице, то здесь, ну, как бы, конечно, нельзя по-хорошему вам отвечать, потому что говорить о третьих лицах является нарушением профессиональной этики, по моему мнению. Но, поскольку вы задаете вопрос, я понимаю, что вас это волнует, я вам, конечно, отвечу, но проблема заключается в том, что каждый эксперт, кто вам ответит на данный вопрос, будет судить со своей точки зрения. То есть, почему человек так себя обрел именно вот с вами, да, каждый человек будет говорить вам свое. Ну, просто исходя из своего опыта, просто исходя из своего направления по специальности, исходя из своего среднего, так сказать, опыта, исходя из своих, там, убеждений, ценностей и знаний. Ну, чтобы вам было понятнее, да, например, священник вам скажет, что это, вот, божье проведение, а психоаналитик скажет, что вас мужчина увидел, например, маму. И в каждой из них, вот, исходя из того, что вы написали, ну, он будет прав, потому что, ну, ничем нельзя подтвердить или, наоборот, опровергнуть точку зрения обоих людей. Хотя эти точки зрения совершенно противоположны. По моему мнению, мой ответ, кстати говоря, будет разделен на две части. И первая часть, она будет касаться, ответ она ваш вопрос, а вторая часть будет касаться личного вас. Если вам интересно будет послушать именно про себя, если вам интересно будет услышать мнение о вашей роли во всем этом, то, пожалуйста, послушайте, ну, я там сделаю небольшую паузу и предупрежу, чтобы вы смогли выключить, если вам это неинтересно. Мужчина, по моему мнению, просто-напросто испугался. И испугался он не вас, как это не парадоксально звучит. Испугался он своих чувств к вам. То есть, он вначале вроде бы сказал, что, вначале он сказал, что, ну, собственно, отношений серьезных с вами строить он не собирается. И у него на это есть свои мотивы. Мотивы не строить с вами серьезных отношений. Ну, может быть, даже не только с вами, а вообще с людьми. Вообще с женщинами, например. Но, побываясь с вами, какое-то время, он почувствовал, что у него есть чувство. Или он почувствовал, что у вас к нему есть достаточно сильная симпатика. То есть, по его мнению, в общем смысле, в общем направлении, по его мнению, что-то начало угрожать той форме отношений, которая для него была приемлемой. Может быть, он посчитал, что вы слишком хороши и слишком дороги ему для того, чтобы вести себя с вами так, как он изначально собирался. Может быть, он посчитал постыдным пользоваться вами, потому что увидел, какая вы. И понял, что отношения без обязательств – это не для вас. И что он не может, вот, не позволяет ему совесть так себя с вами вести. Какой-нибудь он сам почувствовал, что у него появились чувства, но он не готов еще их проявить. И можно только гадать, на самом деле, что именно заставило его возоблокнуть, но совершенно точно, что это были не вы. То есть, именно ваше виние в том, что произошло, нет. Вы вели себя правильно, вы вели себя естественно, ему все нравилось. И, возможно, именно то, что ему все нравилось, и именно то, что у вас имели место быть разговоры. Разговоры определенного типа, разговоры определенного толка, разговоры, ну, на душевные темы, нежности. И именно это заставило мужчину понять, что вы не предназначены для такого типа отношений. И поскольку он не мог вам дать больше, видимо, по его мнению, он решил от вас отдалиться, не желая вселять в вас какую-то надежду. Это, нужно понимать, и это единственное причинное, на мой взгляд, которое заставило мужчину так поступать. Дальше. Теперь, мне бы хотелось сказать вам немножечко про вас. И, как я уже предупреждал, если вам это не нравится, если вы не хотите слушать про себя, то, соответственно, выключите данное видео, не слушайте его дальше. Надеюсь, что времени у вас было достаточно для того, чтобы решить. И дальше я скажу вам про вас. Видите ли, то, что вы в 35 лет до сих пор одна, и я не очень хорошо понял, значит, были ли у вас отношения предыдущие, были ли у вас вообще отношения, но понял, что вы долго были одна, и из-за этого вы долго были одна, вы согласились на отношения с мужчиной, такие вот легкие отношения с мужчиной, говорили о том, что вы не только и не просто потерпели неудачу в попытках построить нормальные отношения, но у вас есть какие-то деструктивные модели, деструктивные элементы в поведении вашем по отношению к мужчине, и деструктивные элементы в женской модели поведения, которые не позволяют вам устраивать отношения с мужчинами. Ведь на самом-то деле вы почему не можете понимать мужчин, почему вы не научились понимать мужчин? потому что вы не доверяете своим чувствам, это раз, и два, вы слишком много, на мой взгляд, принимаете на свой счет. То есть вот вы говорите, мужчина меня бросил, мужчина от меня дошел, все, неужели в этом виноватый я? Может быть, в этом виноватый я. Почему сразу на себя вы проецируете причины неудачи? Правильно, потому что вам что-то нужно. Вам нужно от мужчины, например, проявление опаски, нежности, тепла, заботы. Вам этого хочется, вы это потеряете, и отсюда, как бы, проецирование на себя. Потому что вам это нужно. Но это не означает реальность того, почему произошли данные события. и вам, чтобы строить отношения более успешные, чтобы строить отношения на равноправной основе, на основе того, чтобы как раз получать все то, что вам нужно, вам желательно будет проработать над собой, проанализировать все ваши отношения с мужчинами, проанализировать ваши ошибки с мужчинами, проанализировать ваши отношения с родителями, потому что вполне вероятно, что у вас есть негативные родительские сценарии, проработать обиды, если они есть, которые вы получили или могли получить в результате неудачных отношений с мужчинами, и, что главное, ввести коррективу в модель вашего женского поведения. Т.е. лучше понимать, что вам нужно от мужчины не в плане секса, не в плане внимания, а именно, что вы хотите получать от мужчины, как партнера. Что вы можете дать мужчине, только как партнера, не учитывая ему здесь интиму. И что вам нужно для этого сделать. Далее, необходимо понимать, что у каждого мужчины есть свой собственный образ женщины, рядом с которой он лучше всего чувствует себя мужчины. И вот это вам тоже нужно учитывать. Т.е. смотреть на мужчину, изучать его, не тратиться, чтобы уступать с ним в интимные отношения, а определить для себя, чего мужчина хочет, что ему нужно, в чем он нуждается и т.д. И когда вы все это будете знать, тогда вам будет легче понимать, ваш этот человек или нет? Можете вы с ним построить отношения или нет? Но не счете ли вы себе вред, если будете для него той, кем он хочет видеть вас или нет? И вот на все эти вопросы вам нужно ответить для того, чтобы лучше представлять себе, как, каким образом, в какую сторону развивать отношения с мужчинами и как, в какую сторону двигаться самой для того, чтобы быть успешной в отношениях. Понимаете, ситуация, в которой оказались вы, это ситуация, в которой мужчина для вас средств. Т.е. вы устали от одиночества, кстати говоря, почему это одиночество, одиночество, состояние вынужденное, одиночество, состояние насильное, означает, что вы его тяготитесь, а значит, у вас что-то не хватает. В личностном плане, раз вы не можете быть нормально в одиночестве, воспринимаете его именно так, а не как уединение, то есть добровольное нахождение одной, вот. И, соответственно, мужчина вами воспринимался, как средство. то есть, да, он вам нравился, но он нравился так, что в любой другой ситуации вы бы, наверное, с ним вместе быть не пожелали бы. А так, так вы с ним. И, соответственно, нужно вам, в первую очередь, для себя определить, а что же должен был, по вашему мнению, дать вам, мужчина, как средство от одиночества. Чего вам не хватает, самой, одной, что вынудило вас идти на такой шаг, на снижение планки своей. Была ли планка чрезмерная, доученная, или наоборот, вы просто не умели правильно ее обеспечить. Нужно ответить на эти вопросы, и тогда вам будет лучше понимать, вам будет более ясно, что вы делаете не так. И, соответственно, куда вам стремиться для того, чтобы ситуацию поправить. Ну, отдельно, хочется сказать, что вы, вероятно, не уверены в себе, и если вы не уверены в себе, то это тоже желательно было убрать неуверенность в себе. Она мешает. И мужчины, может быть, чувствуют это. И это снижает вашу ценность в их глазах. Неуверенность в себе – это ваши недостатки. Их анализ, обработка, понимание того, что с ними делать, помогут вам в этом случае. На этом, пожалуй, все. Если вы задаете свой вопрос ну, не просто так, а с целью реально прийти к каким-то результатам, то тогда, я думаю, что вторая часть будет для вас основной. Если вы пришли сюда просто получить ответ на свой вопрос, это первое. Но, к сожалению, в этом случае не факт, что ваша жизнь изменится. Потому что без каких-то изменений в себе не получится добиться того, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет, какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!